Привет, друзья! Посмотрим, какой звук будет. А то вот иногда мы записываем и такой потрясающий звук, а в другой раз записываем почему-то такой мне пишут. Звук был побольше, звук был побольше. Ну вот сейчас я запишу с одного устройства, мы посмотрим. Вы, пожалуйста, там все напишите, какой звук, какой звук, какой звук. Ну, хитрец я, хитрец. Это я делаю не только для того, чтобы там звук улучшить, но еще одно. Это не хитрость, это мудрость. Опыт, как говорится, практическая работа. Некоторые спрашивают, а как сделать так, чтобы без рекламы подписчиков было больше. Контент уникальный нужен делать, самому что-то всего время изобретать новое, давать интересное, полезное, полезное. Я в следующий раз сделаю видео с нашим уже специалистом по ключу, с которым мы занимаемся по этому поводу уже там не один месяц. Но это не значит, что подготовка специалиста, скажем, человеком должна занимать столько времени. Это говорит только о том, что Миша, кроме того, что он специалист по ключу, он еще кувалдой машет. Он еще вокалист, он поет потрясающе. Он еще на ботоке прыгает, но просто мы друзья с ним. Друзья, и мы с удовольствием всегда обмениваемся анализом, впечатлениями. И вот сейчас у него там ситуация произошла, когда он ребеночка, он еще с детьми работает с различными аномалиями, дефектами. Он их вытаскивает и как логопед. И, ну, короче говоря, многосоронний такой человек, поэтому мы друзья. Но у нас вообще в школе человек, бывающего хомофатуру, с много друзей, правда? Да, необыкновенных. Так вот, мы с ним будем записывать видео, потому что он пользовался применить метод ключ, выходил на состояние. В этом состоянии настраивался на пение, потом он пел. В другой раз он сначала делал синхрогимнастику, а потом пел. В третий раз он делал следующее действие. И таким образом подбирал сам себе алгоритм. И таким образом можно выработать микроупражнения для того, чтобы, когда ты попадаешь в ситуацию неизвестности, в неопределенности, ты можешь уже сам сообразить, что тебе быстренько надо делать. Для того, чтобы провести себя в порядок, принять лучшее разумное решение, причем в остальных ситуациях, и включить все силы, чтобы преодолеть препятствия. Да, ну вот видите, я почти стихами уже научился говорить. Так вот, у меня целое тут написано кое-что, друзья, я делаю так, как мне комфортнее, как мне удобнее, вы уж, так сказать, не в защите, я тут написал. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Если в неопределенность попали два человека. Один человек учился отлично в школе. И в институте получил красный диплом. Он учился на основе повторения моего течения, путем аккуратности вырабатывал, прилежания, старательности. И вот он попал в неопределенность. А в неопределенности, в этой неизвестности, все, что он учил дальше, ну неизвестно, работает, не работает. Потому что его никогда ни в школе, ни в институте не учили навыкам как раз-таки работать с неизвестностью, с неопределенностью. А это, собственно говоря, самый первый предмет, который должен быть у человека будущего. Ну, потому что неопределенность в любой момент на нас сваливается, как снег на голову. Ну, Влад у нас, мне говорил, нежданщик, нежданщик какой-то. Ну, так, видимо, в интернете люди говорят, я у него даже расспрашивал. Влад, а у него такое вот прозвище, поскольку он глубокий парень у нас, Булгаков, Булгаков. Вот сегодня я разговаривал с одним другом, она специалист мощнейший по Булгакову и многих других таких вот авторов. И я ее расспрашивал, когда Булгаков создавал свои гениальные произведения, он понимал, что он гений? Он понимал, что это выдающиеся вещи, которые веками люди будут помнить? Она мне сказала вот, что она говорит, это понимала его любовь, любимая, которую там в «Мастере Маргарите». Она понимала, я говорю, слушай, а вот интересно, вот я видел в повороте, как поет, но я на видео это видел, я его лично не видел, я видел в повороте. И вот в какой-то момент он взял какую-то ноту там, такую ноту и так победно посмотрел на зал. Я говорю, я-то почувствовал, что он в этот момент не себя как бы демонстрировал, не он победу такую совершал, а имел в виду, что вот люди, что мы можем. Он этой победой гордился. Я думаю, вот Булгаков тоже вот в какие-то моменты тоже чувствовал, что он гений, что он делает какую-то такую высоту берет, чтобы гордиться собой, что он молодец, потому что нас все время учили, что надо быть скромным, там не выпячиваться и так далее. Хотя Пушкин сам сказал, я памятник себе воздвиг неракотворный. Ну и так далее, и так далее. Очень интересно, правда, вот насколько Булгаков, насколько Булгаков относился сам к себе, потому что я, например, да, вот не знаю, гений, я не гений, но я делаю интересные вещи, и вот поэтому у нас продвигается все время школа, расширяется, и мы никакой рекламы не делаем, деньги за это не платим, а при этом у нас происходит расширение школы, потому что все время даем что-то полезное, уникальное. контент, который никто в мире не дает, поэтому к нам и притягиваются люди. Вот же, что интересно. Ну я-то раньше, вот, я не знаю, гений я или не гений, но раньше-то я раздавал свои картины, свои книжки просто дарил, никогда ничего не продавал, потому что вот этот вопрос, понимал ли Булгаков, что он гений, восторгался ли с собой на высоте духа своего, когда он создавал такие произведения, радовался ли он, вот какой я, как в Иисусарии Аллаханкин, там помните, у Ильфа и Петрова ходил по комнате, в Иисусарии Аллаханкин и Октябрьская революция, или Великая социалистическая революция, я уже не помню, чего он там себя сопоставлял, такой самогордящийся. Но помню, там у Черноты тоже так выступал, 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 это мы все беседуем, значит, с моей приятельницей, которая специалист по Булгакову и другим, и она говорит, да, Булгаков, вообще-то, наверное, поскольку для него это было естественно, естественно, наверное, он так и видел мир, и поэтому ему не казалось, что это что-то особенное. Ну, да, ну, там же было такое, когда, значит, ходил там один, выступал, генерал там такой ходил, и там что-то выступал, выступал, а жена ему говорит, Чернота, штаны-то не день. О, как, да, вот посмотрите, как интересно все, да. Интересно, может ли человек действительно сам по себе понимать, кто он такой, если то, что он делает для него естественно, и никак он это не оценивает, потому что он иначе просто не понимает и не соображает. Он видит мир так, и для него это кажется естественным. Вот, как понять, ты гений или не гений в этом смысле. Ну, давайте еще раз вернемся кое-куда, и я вам потом скажу об этом. Значит, если мне определенность попали два человека. Один, который учился прилежно, старательно, аккуратно, на основе повторения мать-учения, то есть на основе подражания, рефлекс подражательный. Да, там в роддоме заплакал ребеночек, и все стали плакать. В зале совещания кто-то зевнул, там, в школе, там, после учительского какого-то сборища, и все стали зевать. Ну, тут вот на основе подражания, кто больше, мы там делали у нас опрос, кто больше, лауреаты нобелевских премий, те, которые хорошо учились в школе, были отличниками, или делали те балбесы. Ну, балбесы в кавычках, потому что мальчики, в принципе, больше, чем девочки, заняты тем, что их интересует, а не тем, чтобы выполнять задания, и аккуратными быть, и прилежными, как девочки. Так вот, кто? Отличники попали, допустим, в эту неопределенность, когда мир рушится, коронавирус, и все прочее, и, может быть, в следующем году что-то будет еще что-то более неопределенное. Да, ну, мы можем подготовиться, потому что, если туда попадет человек, ну, вот тот, который по ключу занимается не на основе повторения мать-учения, а на основе развития понимания принципов, потому что, когда человек понимает принципы действий, то, вот, зная эту стратегию, тактика сама выстраивается, какие шаги надо делать, ну, само по себе происходит. Это называется, как бы, открытие интуиции в себе. Так вот, кто попадет в неизвестность, и разум будет над бездной, и в этот момент кто выживет, кто адаптируется, кто сохранится, кто, вот тот, который смыслом понимает вещи, или который по форме, по форме, который учится подражать, учится быть аккуратным. Ну, я прямо вам скажу, я прямо, я не против того, чтобы обучаться прилежно. Я, Боже упаси, я совершенно не это говорю. Потому что на каждой стадии нужно именно свой метод. Есть моменты, когда нужно учиться на основе повторения, а есть моменты, надо учиться на основе понимания смысла. Конечно, вот для того, чтобы понимать смысл, чтобы мыслить, а не повторять, чтобы развивать у себя способность созидать, понимать смысл, вникать в существо любого вопроса, вот чтобы понимать, как раз таки принцип подбора путем перебора, вместо принципа обучения на основе повторения. Это принцип ключа. Так вот, что интересно, что когда мы занимаемся тем, что мы подбираем из сотни самых различных упражнений, действий, любых, разных, самых, именно те, которые нам подходят, и полминуты-минуту их выполняем, примеряем к себе, как ботинки в магазине, и находим, что да, это мне соответствует, то есть по существу я ищу ключ к себе. Вот этот принцип подбора путем перебора, по критерию наименьшего усилия, а на меньшее усилие, значит, ты меньше всего тратишь энергию, значит, ты сохраняешь себя, значит, ты меньше устаешь, значит, ты будешь дольше жить, потому что запас энергии у нас ограничен, и у нас же есть вот этих клетках, так сказать, митохондрий, которые вырабатывают, это же генетический все-таки запас, поэтому ты можешь этот запас выработать моментально, интенсивно себя насилуя, постоянно занимаясь не своей ролью в жизни, постоянно будучи эксплуатируемым, постоянно не получая радости от того, что ты делаешь, потому что твои результаты кто-то присваивает, или кто-то говорит, что ты все делаешь, что все это не нужно никому, бессмысленно, и ты все время не вдохновляешься, у тебя нет эндорфина, нет гормона радости, счастья, ну вот посмотрите, что я вам говорю, я набрасываю вот такими крупными мазками, как художник, какие-то моменты, чтобы разбудить у вас разные ассоциации, в конечном счете, прийти к определенным выводам, мы сейчас придем к ним, конечно, хорошо, когда где-то как отличник, справляется с работой, там где нужно упорство, настойчивость, как говорится, он стал таким большим, знаменитым, потому что правильно протирал свои штаны, упорством своим взял, настойчивостью, а другой потому, что соображал быстро и легко, как войти в поток, в нужной ситуации, быстро у него мозг работал, поэтому мы изучали там вот вся шкала наша, человек будущего, хомофутурус, я задавал тему, мы все изучали, сколько лауреатов Нобелевской премии, из мальчиков стало, и сколько из девочек стало, но Эйнштейн стал, в школе, оказывается, не очень хорошо учился, и другие тоже там не очень хорошо учились, в среднем, потому что они занимались самообразованием, потому что трудно себе представить человека, который, у него масса всяких интересных мыслей, ему хочется понять, что как устроено, он сам ходит по библиотекам, и смотрит по своим интересующим его темам, или сидит в школе и выучивает то, что его учитель понуждает, и отлично сдает экзамены. Ну, вот видите, как интересно, то есть самообразование, человек делает, он ищет то, что ему интересно, это как раз таки принцип подбора путем перебора, это как раз таки принцип ключа, то есть по существу ищи то, что тебе подходит, то, что тебе соответствует, и ты выбираешь, и тем самым оказывается, ты развиваешь способность мыслить, мыслить, а не только повторять и подражать, и соблюдать ритуал, дисциплину и так далее. Это тоже нужно, и это нужно. Надо, чтобы это было в нужные моменты у человека включалось, или то, или другое. Ну, есть о чем подумать, правда же? Потому что сейчас неопределенность, все на нас рушится, падает, не знаешь, что делать, и кто сейчас выживет. Ну, условно говоря, я не в том смысле, что хочу создать у вас ятрогинию, чтобы все забыли. Нет. Наоборот, у нас школа для того, чтобы вы наоборот, у вас появилось чувство поры, потому что в ситуации неизвестности вы справляетесь именно принципами ключа, потому что вы, во-первых, знаете, что повторяемое действие снимает напряжение, вы не зацикливаетесь на решаемой проблеме, когда напряжение дорастает до пика, вы там не зависаете в компьютере, и вы знаете, что повторяемое действие снимает напряжение, на этом построена повторяемая молитва и качание ногой, и хождение туда-сюда по комнате. И вот сейчас я вам скажу, а я всегда что-то новенькое говорю, дело в том, что перебирая частоты повторяемых движений, перебирая частоты повторяемых движений, вы можете найти ту частоту дрожания или покачивания, или движения, или хождения, когда вы легко впадаете в ритм, там западаете, и вы начинаете там чувствовать комфорт, то это и есть зеленая зона. То есть по критерию зеленой зоны, по критерию минимального усилия, по критерию индивидуального соответствия, по критерию наименьшего напряжения, по критерию освобождения. То есть по существу, когда мы говорим слово «свобода», мы иногда понимаем слово «свобода», ну как это там, прокесты, демонстрации, пошли, на синий написали «свобода», флаг поднять. У нас есть свои штампы и стереотипы. А свобода – это когда человек может быть самим собой, когда он может думать, о чем он хочет думать, и когда он может делать то, что он хочет делать. Но у него есть определенный табу, это культура. он не хочет убить, он не хочет украсть, он не хочет там этого. У него есть определенная культура. Эта культура воспитывается, и она лежит у нас в основе, так сказать, мы создаем науку человечности по существу, совесть, нравственность, сопереживание, любовь. Мы в следующие разы, как говорила у меня коллега, вот мы разговаривали, специалист по Булгакову и прочее, она говорила, тебе нужно расписать все эти категории, что такое любовь, что такое сопереживание, что такое готовность оказать помощь, что такое созидание, что такое чувство бесценности живого, что такое, что такое все эти категории расписать, к чему я вас призываю, друзья, коллеги, участники нашей школы, необыкновенной школы Человек будущего, Homo Futurus, пожалуйста, посмотрите в интернете, посмотрите в разных справочниках, вот эти категории, чтобы мы в науку у человечности вот так их поставили, определили, расписали и таким способом, вы представляете, именно занимаясь этой работой, мы уже, уже начинаем лучше понимать, как устроен мир, начинаем открывать реальность, мы выходим из заблуждений, шаблонов, штампов, стереотипов, страха, неопределенности, мы уже создаем свое будущее, и мы туда-сюда будем привлекать больше людей, и сейчас я хочу сделать мозговой штурм, и привлечь туда своих знаменитейших друзей, знаменитейших друзей, которые много в жизни уже чего сделали, которые занимались и проблемами выживания, и проблемами созидания, да, я назову их имена в следующий раз, и вы сразу скажете, ах, ох, о, да неужели, да, именно их я приглашу, и мы будем их уговаривать, и я буду им объяснять, а давайте мы проверим на нашей модели, вот вы, люди знаменитые, вот вас всех знают, за вашими плечами уже стоят сделанные дела, а давайте мы проведем эксперимент, сделаем маленький такой эксперимент, модель, мозговой штурм, можем ли мы вместе пообщаться, допустим, в интернете, и вместе решать вопрос, который волнует каждого и всех, как и все человечество, вопрос волнительный, в таком синергетическом, неконкурентном, безальтернативном друг против друга диалоге, чтобы мы синергетически могли взаимодействовать, как две половины мозга, в мозговом коллективном штурме, как модель коллективного разума, получится у нас или нет, но мы же друзья многолетние, это такая печать, как я говорю, которая ни одним дождем не смывается, многолетняя дружба, 30 лет, эти мои друзья, известнейшие, да, и вот попробуем, каждый потянет одеяло на себя, или мы сможем войти в этом мозговом штурме, и тогда этот маленький эксперимент, эта модель, она послужит нам прогнозом, может ли сегодня человечество, на самом деле, отбросив весь свой эгоизм, соединиться и общими решить усилиями, потому что есть сегодня задачи в этой неопределенности, которые можно решить только все вместе, потому что только все вместе мы сила, правильно я говорю, правильно я говорю, ох, какой я мудрый, правильно, да, а знаете почему? Потому что я добрый, и потому что, как мне вот сказали, мне недавно сказали, я вам скажу, красота спасет мир, говорил Достоевский, я считаю, что доброта спасет мир, ближе и понятнее человеку, потому что красота, это кому-то нравится синее, кому-то зеленое, что такое красиво, на вкус и цвет, как говорится, товарища, нет, а доброта нам близко и понятно, ну, как мы сегодня говорили с моей приятельницей, которая знает о Булгакове и о других, она мне сказала, а может быть, как раз-таки в этом понятии красота, это доброта и содержится, ну, конечно, но как раз-таки объясняя, что в чем содержится, мы приближаем истины к пониманию каждого человека, доброта, да, это есть нечто настоящее, соприкасаясь с которым развиваются люди, я добрый человек, поэтому я создал школу, человек бывший, я талантливый человек, поэтому я многосторонний, я делюсь своим опытом, и поэтому все делятся своим опытом, и поэтому у нас общение здесь человеческое в нашей школе, и поэтому мне откровенно пишут вопросы, я откровенно пытаюсь на них ответить, и вот что я вам хочу сказать напоследок, до следующего раза, я хочу сказать, что вдруг я обнаруживаю, сколько умнейших людей в нашей школе, оказывается, все дело в том, какую тему надо было поставить, как только мы стали рассуждать на такие глобальные, серьезные темы, вдруг там такие вопросы посыпались, да мы же только этим и занимаемся, я же вам раньше еще говорил, у нас есть закрытая группа, куда я буду приглашать именно тех, которых я по вашим комментам смотрю, да я уже знаю, кого я туда приглашу, поэтому пишите комменты, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, будете участниками школы Человек-будущего хомофутуруса, и мы вместе этим самым как раз уже и помогаем нашему будущему, наша школа окно в будущее, говорю, так мы же его и делаем, и школу, и науку человечности, так, вообще мы сейчас сделаем что-то настоящее, до встречи.